Привет, ребята! Привет, Томас Лондон! Привет вам из моего угла! Сегодня 29 июля, время половина восьмого и температура 23 градуса тепла в Лондоне. А сейчас мы с вами продолжим нашу тему, которую мы начали целых три дня назад. И, в общем-то, накопилось, как говорится, аж три подтемки. Давайте начнем с первой, самой главной. Вчера в Лондоне проходил многотысячный фестиваль. Так было названо организаторами. Фестиваль народный, не вывозь этого злого. Он проходил на Трафальгер-сквер, там собралось просто-просто неимоверное количество флагов. И, значит, тематика была заявлена «We want our country back». Организатором был Томни Робертсон, я вам о том говорила. И, в общем, очень успешно все там прожило, никаких драк там не было. И его уже сегодня арестовали. Арестовали его, потому что он нарушил акт о, вот это террор, который, это изма, вот это от 2000 года. Значит, есть еще новый закон, закон о ненависти. Вот, закон о ненависти, вот, он тоже есть, он был принят тоже благодаря либористам, кстати. Наша местная дива постаралась очень сильно, чтобы он был принят против женщин, чтобы не было никакой ненависти. Вот, ну, а вот этот произм, он был принят в 2000 году. Я знаю о его существовании с 2015 года, там внесены были какие-то поправки. И, кстати, кстати, не кстати, там есть такой пункт, что если хозяева дома, вот я живу в котором, значит, знали, они, во-первых, должны, обязаны знать всех, кто в этом доме живет, не живет, приходит в гости. Вот, это их обязанность. И если они знали, что кто-то, это вот это, кого-то терроризирует, это я про себя говорю, что кто-то терроризирует, то они являются соучастниками этого преступления, между прочим. Но, как вы заметили, вот Тони Робертсона арестовали за то, что он на этом многотысячном митинге показал фильм. Но я ничего не знаю, я его не смотрела, этот митинг, понимаете, не смотрела. Только там пару футок сделала, и все. Вот, ну и там какие-то там моменты. Суть такова. Этот фильм не запрещен в Америке. Он американский. Он был снят давно. И его здесь показали. А здесь он, как бы, ну, запрещен. О чем кто, не знаю. Значит, я одного только посмотрела там выступающего, который сказал, что вот эти все льготы, это завоевано нашими, как говорится, нашими вот этими вот походами по всему миру. Мы все стащили сюда. Вот. Ну, мы очень благородная нация, очень хорошая. У нас многие всякие социальные льготы. И теперь этими социальными льготами пользуются те, кто этого не достоин. Вот. Верните назад. Вот. Отдайте нам, как говорится, тиграм мясо, кроликам трава. Вот. Желательно трава на их, как говорится, родине. Не важно, что от этой родины остались рожки-доножки. В общем, короче говоря, это первая тема, о которой я хотела вам сообщить. Вторая тема связана с первой, конечно же. Это то, что произошло в аэропорту Манчестера, когда полицейский на голову наступил, как говорится, молодому человеку. Это все разлетелось. Как говорится, стало таким, значит, таким. Вот. И все тоже высказались по этому поводу. Причем есть такой ведущий один. Он вел вот это вот, вот это, типа, программа «Окна» в России. Им наслезано с него. Или вот это еще там есть. Ну, такой грязь. Вот эта всякая грязь. Там собираются, начинают друг друга молотить. А он такой им это объясняет. Такой. Я когда впервые увидела, когда я приехала в эту страну, впервые увидела английский телевизор, то я просто была в таком шоке, знаете, культуральный шок. Он просто как-то придурок, я считала. И вот он у себя тут проявил тоже. Значит, начал вопеть. Первый – это он начался, раздул эту кашу. А второй был адвокат, который защищал молодых людей, невинно пострадавших от расистов. Там везде сказано, что полиция – расисты, полиция – расисты. Везде это, ну, в общем, яйцами закидали полностью всю эту, как говорится, не побоюсь этого слова, вот, это сарню. Вот, короче говоря, кто плавал в английской действительности, как я. И кто обладает здравым, прямо скажу, смыслом, не буду говорить цинизмом, потому что особо цинизм я не люблю. Но здравый смысл подсказывает, что тут что-то не то, потому что я знаю эту действительность. Я знаю, что английская полиция просто так по голове ни у кого не скачет. Значит, что-то было такое, что было. Значит, все благопомылочно то, что было перед этим, почему он у него на голове скакал, вот, как бы замолчали. Это тоже в духе чисто английское. И вот это такое, значит, такое, вот, такое, знаете, тут так думаю, так говорю, то, вот, то я сама. А делаю третье. И по этой причине надо знать, где, что, когда. Да, я лично сразу поняла, что там что-то не то. Я вам сказала, что я шла по улице, и вдруг развился бешеный конфликт, и ты становишься на пути этого конфликта. Понимаете? Так и здесь что-то было не то. Значит, тут надо тонко подойти. Сегодня, неожиданно для всех, через три дня начинает выясняться, что оказывается полицейский, ну, как бы, не надо по голове, конечно, скакать, но он вообще-то имел право его просто пристрелить этого молодого человека в соответствии с тем, что там произошло. Ну, и опять же, теперь вот эти те, кто вопели на весь экран, нет, давайте, давайте, ну, не будем, давайте, идет расследование. Ну, если идет расследование, какого хрена вы показывали эти кадры, когда расследование еще только начиналось? Вы бы сразу тогда сказали, идет расследование, мы ничего не знаем. Ну, нет, конечно, надо же было похайпиться, потому что бабло, сами понимаете, редактор требует, как говорится, жертву, да, те, как они называются, продюсеры, что называется, хотят бабла, потому что это показы. И это мы с вами поговорим еще года, поговорим про Олимпиаду. Ну, так вот, значит, что теперь выясняется? Выясняется, что это все состоит из трех частей. Первая часть, что-то было в самолете, произошло уже. Потом уже на выходе, когда мамаша прилетела с этого Пакистана, она забирать вещи хотела, а ее хотели обыскать. Если бы я лично в аэропорту Лондона в Станции не видела, как обыскивали маленькую девочку, вот, мамашу с чемоданами обыскивали и девочку обыскивали, но обыскивали превселюдно, чтобы никто, как говорится, ни в чем не заподозрил, вот, это, конечно, еще то зрелище, понимаете? Когда в аэропорту есть такие вещи, которые там, потому что там полицейские и вооружены, потому что в аэропорту может происходить все, что угодно, понимаете? Вот, и уже происходило во многих аэропортах. И вот женщины, которые там наряжены во многие одежды, или это мужчина в одежде женщины, то есть, ну, тут-то женщина одета в пакистанскую одежду, что ничего такого она не одета, то, что вы можете подозревать, это была мама эта, вот, значит, и вот эти два молодых человека, ее сыновья, приехали ее встречать, и они, когда ее встречали, они запретили женщине-полицейской обыскивать их маму, потому что она не халяля, потому что не мусульманка. Начали орать на эту полицейскую. Эта полицейская начала им как гнижно говорить, что я хочу, потому что она знала, что тут что-то не то, с самолетом уже. И поэтому вызвали наряд. И вот пришел этот наряд из двух мужиков и двух теток. И вот одна из этих теток была маленькая, вот такая щуплая роста, ну, а мужики такие, как мужики. Ну, короче говоря, сразу началась такая драка, и сейчас эту драку наконец-то показали. Это такой кошмар, что люди плакали, глядя на это, как он избивал эту полицейскую маленькую, этот якобы невинный, якобы молодой человек. А теперь он сидит с невинным видом потом. Его освободили сразу же, конечно же, конечно, потому что общественность возмутилась, яйцами закидали полицейский участок. И, в общем, у них адвокат. Адвокат у них такой, что одна тетка, ведущая телевизионная, она сразу тоже заметила, как и я это тоже заметила сразу же, не знаю, почему другие не заметили, что у него такой английский, что адвокатам в этой стране английского с таким английским недостаточно. Он должен быть хорошим, понимаете? Я же общалась с адвокатами в этой стране. Даже они пусть будут пакистанцы, понимаете? Пусть пакистанцы. У них прекрасные английские, честно вам скажу. Вот. А, например, нам, когда мы подали свой иск сразу, первым делом адвокат рожу навострил и сказал, что I don't understand, ваш English. I don't understand. Пусть она объяснит мне, что это написано. Надо нам предварительное слушание. Четыре предварительных слушания мы прошли через четыре и уже еле-еле допустили до, так сказать, финального слушания. И то еще не факт, потому что они тянут и тянут, и тянут. Тут откровенно будет такое, что они затянут и уже растянут так, что пока не дождутся, пока мы, как говорится, не помрем. Уже ожидая их, как говорится, гребанного решения. Но так и здесь было видно, что адвокат какую-то хрень несет. При том, что он еще, знаете, глаза набычил. Вот, они расисты, я, вы понимаете, у него сотрясение мозга. У него дело в том, что от рождения, он когда это рождался, бунитаз ударился, очевидно. Но, в общем, короче говоря, я просто вспомнила, я вам говорила, что я седала в жюри. Я просто знаю, я просто в похожей ситуации была в жюри, когда там такое было между мусульманами, между пакистанцами, между ними было. Значит, суть в том, что, вы, наверное, не знаете, что Саудовская Аравия в своем, как бы, у них два источника доходов. Это нефть, а вторая у них это хадж. Вот, это, в общем, это тут не буду уточнять. И вот за это место, так сказать, под солнцем, две группировки задрались. Одна здесь в Лондоне, а вторая приехала из Бёрмингема, как они сказали. We are from Birmingham. И вот они из Бёрмингема приехали, ну, в смысле, сюда. И тут они устроили мордобой между собой, там такое было. Вот. И полицию пришлось вызвать, потому что там угрозы были детям, там всех, там, всем, всех порвем. Вот. И, в общем, через год состоялся суд. И вот мы присутствовали. И там вот что там было, значит, папа и сын. Папа получил, как говорится, с этих ребят свое, а сын вернулся и стал требовать еще, чтобы ему тоже дали денег. И вот поэтому он там присутствовал там в суде, значит. Поэтому они уже видят, что тут никак не выкрутиться без полиции. Привлекли полицию, значит, потерпевшие. И вот дает показания сын. И его спрашивают, а почему ты вообще из Бёрмингема поперся сюда, в Лондон? Ну, зачем? Ты поехал с папой, если... Это папины дела. А он так глаза тоже таки вылупил тупые. И говорит, I do what my dad say. Что my dad says, my dad says, I do. Вот. То есть, дать скажет тебе кого-то, это самое, а ты будешь... Потому что папа тебе сказал, правильно? Папа тебе сказал это, вот, деньги. Мы вымогли, сколько могли. А теперь, если хочешь, давай еще пойди еще себе на новые туфли. В общем, короче говоря, они тоже такие сидят с невинными лицами, бедные, несчастные. На что был расчет? Потому что было ясно и понятно, что будут эти видео. Видимо, люди уже, вот эти, которые на фестивале собрались, в One Tower Country Bag, что это так повлияло, что пришлось на утро сегодня показать это видео с этими... Не побоюсь этого слова вообще, что они вытворяли эти двое невинных голубка, которых расисты хотели прибить ботинками. Все говорят, это так и есть. У них оружие. Они имели право вообще прикокнуть на месте тебя за то, что ты не то, что на полицейскую. Он ее бил, эту девчонку полицейскую. Он ее избивал, как боксер. Боксер он, настоящий боксер. Это невинный 15-летний мальчик. Ну, в общем, короче, здесь даже дело не в этом. Я это подозревала. Это просто потому, что вы просто не знаете английский реалит. Суть тут такая. Надо знать, где это происходило. В Манчестере. И называется это Рождейл. Это такой район в Манчестере, в Рождейл. Главой Манчестера является Энди Берн. Я вам тоже о нем говорила. Он принадлежит к той самой группировке, которой принадлежит наша местная Дива. И которой принадлежит не только он один. И вот они являются вот это то, что называется словом Блэриты. Блэриты. У меня просто нет времени вам это все рассказывать. Тем более, что таких людей, которые это смотрят, мало. А те, которые смотрят, ну, в смысле, хотят понять. А которые не хотят понять. Которые отслеживают просто. Думают, это баба, говори, говори. Мы тебе за рот прикроем, когда придет время. Вот, то, естественно, Блэриты эти самые. И он Блэрит. Но надо понимать, что на самом деле в этом Рождейле происходило 20 лет назад что-то страшное. Значит, там это просто не описать словами. Вот, грубо говоря, и они, значит, молодых девчонок 13-14 лет заставляли. Там в таксисты они были. В такси девочка садилась. Я просто как учитель знаю и понимаю, почему они туда садились в этой такси, эти девочки. Вот, значит, ну и в общем результате их там групповухи. Их там, это такое страшное все, что это все рассказывать я вам не хочу. Они там детей рожали. В общем, там были две тетки. Одна полицейская, а одна из социальных служб. Они вот взялись, в общем, короче, там помогать. И, в общем, плакали аж эти тетки, когда рассказывали то, что им, в общем, там некоторые девочки согласились сдавать показания. И вот суд уже был только вот буквально в прошлом году. Через 20 лет там все это выковырили. Значит, тетку эту полицейскую до сих пор на всех телевизорах объясняют, что она умом тронулась. Ну, в общем, это я, мне это знакомо. Я знаю, что она тронулась рассудком. Вот, она слишком эмоциональная. Вот я тоже, например, слишком эмоциональная. Это плачет сразу. Она плачет, значит, психически не вот это равновежное. И не надо ее злужить, надо ее лечить. Да, так вот, в этом околотке, в этом Рождеиле два года назад, значит, что-то случилось, не знаю, с этим представителем от парламента. И надо было, он отказался от мандата, и надо было переизбрать. И там переизбрали большинством голосов независимого кандидата такой Галлоуэй. Значит, сейчас забыла его имя, в общем, Галлоуэй. Он такой в шляпе, в таких очках, такой характерный. Он такой, знаете, вот такой тоже, вот такой Робин Гуд. Ни с кем он, ни с кем, но очень Джордж Галлоуэй. Ни с кем он не дружит, ни, 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 вот и выступает за правду. Вот такой правдоруб, блин. И вот в результате его переизбрали. А теперь, когда были выборы, его не переизбрали. Вот, его не переизбрали. Переизбрали какую-то бабу. Но сейчас я вам расскажу другое. Оказывается, что, как я это предполагала, значит, эти два истории, вот это вот с этим вот полицейским, и вот с этим вот, перед этим было в Лидсе. Тут в Манчестере было, где руководителем является Энди Бёрн. В 2013 году он здесь у нас на площади вместе с нашей Дивой, значит, митинговал по поводу того, что Олимпиада 2012 года прошла успешно. Деньги наварили. А когда стали распределять, то им не дали. Ну, нашим местным не дали. И поэтому надо, как говорится, вот тут... И вот я его видела, и я его видела, но я помню, что рожа знакомая, но где я его видела, я не помнила тогда. Потом я вспомнила гораздо позже, кто этот человек. Вот, это был вот этот Энди Бёрн. Он был министр здравого захоронения у Лейбористов, то есть в теневом кабинете на тот момент. И он очень внимательно меня разглядывал тогда. Ну, я-то тогда и не знала, что он из себя за птицей, как говорится. Вот, а потом он стал мэром Манчестера и уже не хотел быть главой партии Лейбористов. Понимаете, куда он метил? Главой партии Лейбористов он хотел быть. А наша местная Дима хотела быть замглавой партии. И что получается? Получается, что, значит, глава нынешней правительства, то есть Тавармар, и глава партии, он не очень популярен в некоторых кругах партии. Партия, как минимум, расколота на три части. Левые, ну, те, которые, как говорится, колеблются с, знаете, как им скажет, хлыст, так они и будут делать, голосовать. И, кстати, вот тут первое голосование прошло, и шестерых, по-моему, человек, которые неправильно голосовали, значит, отстранили, отстранили. Ну, на разборке. Там это возможно. То есть он как бы выбран, но он не имеет права участвовать в парламентской деятельности, потому что неправильно голосовал. Значит, и вот эти вот белориты, которых не очень любят те, которые слева. Вот. А было сказано так. Выборы – это исторический момент. Риша Сунак их объявил неожиданно. Поэтому мы должны срочно сконцентрироваться вокруг лидера, а потом уже начнем разборки. Кто, кому, сколько, чего и как. Понимаете? И вот, и вот, как я так подозреваю, эти разборки такие начались. Это и есть тот самый момент, когда разборки начались. Любое, как говорится, шаг влево, шаг вправо, которое предприняло новое правительство, которое возглавляет товарищ Стармер, они уже два раза споткнулись. Первый, когда они голосовали за отмену вот этого вот, что только платить за двоих детей, что-то там пособие. А второе – это то, что они сказали, мы повышать налоги не будем. А теперь они говорят, нет, мы будем повышать налоги, потому что у нас яма в 20 миллиардов, а мы не знали. А им сказали, вы знали, вы просто врете, как всегда, впрочем. И вот, получается, что там в этом Рождейле, и вот это, а он называется Гриттер Манчестер, то есть Манчестер, он мэр Манчестера. Но вокруг этого Манчестера много-много городов-спутников. И вот Рождейл – это спутник Манчестера, Гриттер Манчестера. И там же полно этих парламентариев навыбирали, я не знаю, сколько их там должно быть штук. Но они между собой, как пауки в банке, задрались. Поэтому эту историю, вот, когда человек разнервничался, ну, ему на спину запрыгнули и били его, там, ну, то есть идет страшная битва, драка. И в это время тут стояли, снимали на видео, потом это отсекли, тут убрали, тут убрали. Один эпизод вытащили и выпустили срочно в эфир. Вот. И поэтому этот Энди Бёрн, нам его показывают с утра. Он как начал юлить, как он начал юлить. Ребята, вот честно, никогда я не любила вот этих вот ребят, этих вот, которые из себя строят. Ну, это, ну, он и вашим, и нашим, он делает, потому что он понимает, что тут, как говорится, что-то другое, тут совсем другое. Потому что там, на этом, как я вам сказала, фестивале вчера было сказано, что это правительство, которое мы никто не выбирали, оно ненадолго. Ну, мы будем также проводить референдум. Один из этих, было сказано, что у них, у этих обеих партий, не отличаются ничем манифесты. Они делают одно и то же. И поэтому те вот делали так 14 лет. Эти пришли, говорят, нет, 14 лет было плохо, сейчас мы будем делать по-другому. А я продолжаю то, что делали те, только, как говорится, в таком более-менее завазанном виде. Ну, вот это то, что я вам хотела сказать про британскую действительность. А отдельно тогда поговорим по поводу Олимпиады, чтобы тут не затягивать. А пока, пока. Пока.